всех приветствуюся на канале мои подписчики и телезрители так сегодня хотел поговорить о витаминах как такового понятие что такое витамины нет у традиционной медицины существуют различные формулировки то есть пишут что это органические соединения различные структуры которые участвуют в обмене веществ в построении в принятии участия различных обменных процессов гормонах в синтезе гормонов в различных в центральной нервной системе в обмене различными клетками в обновлении клеток но сами они как таковые не синтезируется в организме не является структурой для организма человека то есть они не являются какой-то базы как белки жиры там углевода то есть они принимают просто участие можно сказать является катализаторами различными и соединителями в различных процессах процесс процесс процессов наших организм существует триллионы дала писать в секунду в печени до триллиона процессов триллиона химических реакций происходит сайте какая фабрика мануфактура то где ну допустим в крови плавают различные металлы да вы поели попали различные минералы в организм человека вдруг вы выпиваете какой-нибудь сок там грейфруктовый сразу витамин c там еще другие витамины попадают в организм буквально сотые тысячные секунды они начинают воздействовать до соединяется происходит различные химические реакции витамины как бы до катализаторы подстегивают металлы металла вступают другие реакции различные соединения образуются а если существует много химия в организме когда люди сейчас в современном мире используют едят и пьют большое количество химии и вот в организме человека во что только они не соединяются иногда даже организм не понимает как их правильно утилизировать поэтому и возникают различные проблемы со здоровьем человек постепенно накапливаются токсины постепенно накапливаются какие-то яда в организме ну слово токсин если кому-то не нравится можно сказать мусор то есть то что не нужно накапливать в организме человека большинство витаминов она не синтезируется в организме но знаете такой спорный момент синтезируется или не синтезируется вот кишечник это огромный орган 12 до 15 метров до со своим мозгом автономно работает в толстом кишечнике живут живет микрофлора живут бактерии то если мы много едим мясной пищи если вы много кушаем термической обработанной белковой пищи то преобладают гнилостная микрофлора если мы начинаем больше есть растительной пищи преобладает начинают сопрофит различные но вот ученые выделились не ошибаюсь около 13 всего от этих бактерий эти бактерии которые живут кишечнике не могут размножаться в химических условиях то есть чашки петри не может разложаться в лабораторных условиях поэтому они даже их узнать чуть изучить не могут они понимают как кишечник до сих пор работает до конца это все мифы что там пишут доктора рассказывать сказки различные нам и так далее эти микроорганизмы они работают в симбиозе то есть поступает клетчатка поступает какая-то пища не используют и сами могут вырабатывать очень большое количество витаминов если что-то не хватает на уолтер начинает размножаться другие бактерии которые дают недостающие компоненты ведь витамины они же не просто уже готовый бастом ситку это микроб в любую витамин f там витамин к то есть поступает зелень значит это бактерия она берет и синтезирует витамина к больше на поступает другая пища на синтезирует другой витамин и так далее то есть в симбиозе если с фруктами поступают какие-то уже готовые компоненты но я думаю что не готовы компоненты все равно эти бактерии они практически везде принимают участие потому что без этих бактерий мы существовать не можем организм будет неправильно работать и будут различные заболевания существует несколько групп витаминов первое это жирорастворимые и водорастворимые и существуют еще так называемые витаминоподобные соединения или вещества которые вроде бы не относится к витаминам но имеет похожую структуру наши предки жили очень долго на самом деле да в книгах просто сейчас обманывают нас как обычно не было ни заводов атмосфера была чистая не было ни газов никаких и не стрессов и интернетов не вредных вот этих всех вай-фаев инфракрасного излучения радиосвязи сказки нам рассказывать что быстро умирать да может какой-то период люди жили недолго но в большинстве сел на руси по крайней мере если на старых кладбищах посмотреть люди там по 120 по 150 лет жили и вот естественно пища натуральная была и никто не использовал большом количестве естественно животную пищу и так какие же жирорастворимые витамины есть в организме но многие из вас знают и витамин а витамин д витамин е витамин f вот эти вот витамины но витамин f это уже жир от такое вода жироподобное такое соединение скажем так вот витаминоподобные и витамин n еще есть туда же относится кому-то интересно более подробно да можете почитать в интернете или в книжках каких-то на самом деле лишних знаний не бывает как бы они всегда нужны нам то есть мы легче будем понимать в каких продуктах они находятся на что поднажать на чего не хватает водорастворимые витамины то все витамины группы в этом b1 там b3 там b5 b6 b7 b9 b12 витамин c естественно у них есть свои научные названия там витамин c аскорбиновая кислота там да там допустим витамин b1 тиамин там b2 рибофлавин так далее что это нам дает то есть вы примерно будете знать в каких продуктах находятся эти витамины да там допустим тамин c там основ в кислых фруктах содержится киви лимон мандарин лимонтины апельсины допустим как железо но не железо это уже не витамин витамин допустим а например да там больше может содержаться там морковка например там лук зеленый ну то есть про витамина скажем тогда бета-каротин из которого витамина образуется ретинол так называемые вот и вот как раз таки витаминоподобные дату а также жира содержащие о которых я говорил это витамин f витамин м и витаминоподобные вода растворимые так называемые их гораздо больше то витамин b4 b8 b10 на на таких вы никогда не слышали на ожидать b11 b13 b15 b16 естественно них есть свои названия научные ну они нам мало что дают на самом деле то есть вы должны понимать что ту пищу которую мы едим я уже начал говорить о наших предках наши предки они даже не знали что такое витамин да вот металлы и они просто жили как бы ели и все у них все было в порядке такие витамины как b17 в последнее время вообще говорят такой витамин противораковый витамин вот по-другому называется амигдалин летрио витамин p витамин у слышали таких это не думаю что не все слышали и каждый раз каждый год ученые будут находить все новые новые соединения обзывать их различными витаминами так как они находят в организме допустим химическая структура так это химическая структура друг на друга как-то похоже да по определенность классификации значит водорастворимые витамины это жирорастворимые витамины это чуть другие как бы да они немножко содержит другие структуры другие цепочки химические значит это уже не совсем витамины витаминоподобные соединения витамины они очень большую роль играет естественно мы без них жить не можем они влияют на различные регулировочные процессы в организме различные химические реакции я уже говорил участвует в кроветворении обеспечивает нормальный жизнедель в ткани в иммунитете в нервной системе в кроветворении то есть они везде присутствуют они везде играют большое значение естественно есть суточная для за витамины них вы можете посмотреть в интернете естественно чем больше человек есть животной пищи чем больше термической обработанной пищи этим больше витаминов ему надо тем больше воды ему чистое надо пить чтоб отец шлаки токсины мусор это называемый выводите не forecasting чем более чистый человек питается и меньшего надо витаминов и тем очень то мусора надо организму выводить и напрягаться очиститься и восстановиться естественно есть физиологические дозы есть доза для спортсменов есть минимальные дозы есть максимальные дозы витамины которые продаются в аптеке они неполноценные то есть я их не рекомендую использовать только в каких-то экстренных случаях когда ну определенные проблемы есть со здоровьем человека да и естественно эти витамины можно использовать чтобы человек просто не погиб физическое тело не погибло когда в простой обычной жизни мы живем то естественно нет смысла постоянно пить в профилактических целях химические витамины они не полноценно лучше вот морковку купить да там цитрусовые пожалуйста витамин c там какие такие витамин c группы b например да там содержится в зелени есть орехи там тоже есть различные витамины витамин d на солнце надо находиться также яблоки там до груши там витаминов группы b очень много банан и так далее то есть в таких фруктах в основном да и сладких и не сладких самое большое количество витаминов но и зелень естественно свежая иногда мы будем разбирать отдельные фрукты и овощи да я буду рассказывать про них какие витамины в них содержится да я думаю что это будет интересно и нужно для нас чтобы вы понимали как составить свой рацион питания единственное что могу сказать но наверно таки важны витамины как бы сим 18 b12 витамин d такие витамины которые ну скажем редки да и они нужны нашему организму и они не везде присутствуют люди в современном мире очень скудно питаются современной пищи да особенно люди которые живут в мегаполисах они очень много химической пищи едят и на фрукты и овощи мало обращают внимание на самом деле опять же говорю пользуйтесь зелеными коктейлями на канале есть видео что такое зеленые коктейли каждый витамин он необходим то есть есть витамины так витамин c он накапливается в организме то там витамин d это витамин когда такие витамины не могут накапливаться или про витамины так называемые поэтому зная отдельные витамины как бы которые нужно периодически принимать допустим там витамин c утром и вечером например да там съели как по пару фруктов вот зарядились витаминами или там какой-то сок выпили и вперед естественно различные витамины да например от витамин b6 например есть там зеленые гречки там в бобовых не только там допустим во фруктах и овощах есть еще крупы различные при варке естественно большинство витаминов разрушаются если варить не очень долго вот нашим например предки они томили пищу то есть в печку засовывали какое-то блюдо например и томили то есть на медленном огне не на высокой температуре в течение суток и потом доходило можно сказать само все да то есть не разрушались витамины там больше в большинстве оставались поэтому нужно быть очень аккуратными с этими приготовлениями понимать ну были для большинства людей вообще это недоступно не интересно как бы или но в это не хотят ника и зачем в это вникать то лучше посмотрим какие-нибудь видео развлекательные многих людей я могу понять они устают на работе там сильно это питание интересно хотя бы какой-то один член семьи должен в это вникнуть чтобы вся семья потом полноценно питалась естественно понимала что чего зачем куда большинство витаминов например до витамин f является входит состав ненасыщенных жирных кислот линолевый кислота линоленового архидоновый кислот да и растительные масла они содержат большом количестве которые очень важны тем более в последнее время в современной пище они практически не содержится поэтому нужно понимать что вот витамин е и витамин к витамин f и н они очень нужны нам и так заканчивая эту видео лекцию всего самого доброго и увидимся в новых выпусках обычно все добро